Не стоит заканчивать университет? Он говорит, что важно то, что когда ты учишь в университете, ты получаешь знания, которые открывают твой кругозор, увеличивают свое понимание и увеличивают твой потенциал. Если ты чувствуешь, что обучаясь ты приобретаешь нечто, то тебе нужно учиться обязательно. Если ты чувствуешь, что ты не получаешь никакой полезной информации, то можешь найти другое место для обучения. Для тебя само обучение важно, потому что, чтобы занимать в обществе какой-то важный статус, нужно обладать знаниями и умениями. Умения приходят через практику и опыт, а знания через обучение. Он говорит, что если тебя специально обучают, то ты получаешь специальные знания и ты имеешь более высокий статус в обществе. Тебе более уважительно относятся, значит, у тебя твоих возможностей больше, в том числе и материальных. Для себя нужно решить, получаешь ли ты практические важные для себя знания, то есть оценить их фактически. Если да, то ты заканчиваешь то, что ты начал. Если нет, то можешь найти что-то другое и там. Самореализоваться, получив тот потенциал, которого тебе на данный момент не хватало. Понял, но фактически это сколько процентов пользы мне может принести, если я, скажем, закончу или нет. Он говорит, что вообще любое дело нужно доводить до конца. Но вопрос в том, что если ты в чем-то сделал ошибку и пошел куда-то не туда, и в какой-то момент ты понимаешь, что это была ошибка, это можно заканчивать сразу и больше не тратить на это время. Если ты понимаешь, что ты можешь получить этот ценный опыт и видишь этот опыт, ты можешь оценить его и конкретно выразить, что стоит доводить до конца. И не просто до конца символически, а до конца, когда ты получаешь удовлетворение от полученного опыта, опыта, знаний, навыков и так далее. Он говорит, что касается процентов, это зависит от того, насколько ты мастерски определишь это качество. Он говорит, например, если ты инженер, то ты можешь получать зарплату на определенный процент свыше, чем получает рабочий. И шансов получить зарплату больше. Ну, значимо больше. Привычно в этой же системе расценок есть выгода заканчивать и использовать высокий уровень информированности, более высокий уровень профессионализма. Хорошо, как поступать? Он говорит, что тебе нужно думать не просто эмоционально, чтобы пересмотреть, а именно сопоставлять факты и сопоставлять опыт. То есть ты должен манипулировать не эмоциональной сферой, а именно логически, расчетом. Одна из таких важных задач – научиться эти вещи рассчитывать. Есть какая-то область, какая-то часть, которую ты можешь прочувствовать через интуицию. Тебе нужно научиться именно считать и беспристрастно оценивать. Тебя вообще в жизни очень важен признак собранности и целенаправленности.